Он ехал 9 дней и 5 часов. Первый поезд из Китая по новому шелковому пути привез комплектующие для стиральных машин и телевизоров Samsung. Именно эта компания и правительство Калужской области стали инициаторами проекта. У России есть очень перспективная и конкурентоспособная инфраструктура. И эти преимущества мы хотели бы применять к той продукции, которую мы производим. С развитием шелкового пути мы планируем нашу продукцию поставлять не только в пределах России, но и расширять объемы нашего экспорта. От развития нового направления зависит инвестиционная политика области, отмечает губернатор. Маршрут может привлечь новых инвесторов, облегчить работу тех, кто использует китайские или корейские комплектующие, и тех, кто ищет новые рынки. Континенталь хочет возить по шелковому пути шины в Китай. Оттуда дальневосточные рыбаки, возможно, будут поставлять рыбу. Новый сухопутный маршрут, короче и быстрее морского. Не больше 20 дней, вместо 40 и 50 через порт Восточный или порта Китая. Здесь открываются очень большие возможности. Это то, чего на сегодняшний день не хватало. Действительно, Россия повернулась на восток в расширении своего международного сотрудничества, но мало повернуться, надо иметь еще возможности. Вот это новый шелковый путь такую возможность предоставляет. Самсунг планирует перевозить ежегодно до 46 тысяч контейнеров. Сам же логистический центр Ворсина готов принимать в три раза больше. Проект Ворсина, безусловно, вписывается как в общую политику, так и как самостоятельный, исключительный проект. Безусловно, тоже перспективен, хорош и своевременен. Шелковый путь – проект в важной масштабах страны. Он должен быть продолжен, отмечают участники пресс-конференции. Следующими станциями, на которые отправятся контейнеры, будут уже города Европы.